Сегодня мы с вами поговорим о важном вопросе человека. Как же он устроен? Святитель Феофан Затворник, учитель 19 века, прекрасно говорил, уж как же иначе человеку и жить, как не так, как он устроен. Получив вернейшее указание на то, как устроен человек, мы получим ясное представление о том, как ему следует жить. Итак, человек, это вообще что? Кто? У одного из святых спросили, а что такое человек? И кто-то говорит, это тело человека. Нет, это тело человека. Человек это что? Другой говорит, это душа человека. Нет, это душа человека. А что же такое человек? Это когда душа, то есть духовная сущность в теле человека. Вот каждый из вас сегодня человек. А через какое-то время, как мы видим, остаются фрагменты человеческих тел. Это не столько вынесли человек после катастрофы, после взрыва, после еще чего-то, после этой страшной экологической катастрофы, уже не люди, это останки, то есть фрагменты человеческих тел. А человек это что? Когда душа в теле, вот у каждого из вас сегодня душа в теле. Душа вон из тела, и тело придается земле. Это уже не человек, это тело человека. Человек это духовное и телесное в живущем человеке. Итак, как же все-таки устроен человек? У человека есть кроме тела, его душа и его дух. Естественные потребности человека. Ну какие? Все понятно? Есть, спать, отдыхать, дышать воздухом, получать определенную физическую нагрузку. Долго будем сидеть, захочется пройтись. Есть естественные потребности человека. А также, вот у святителя Феофана, затворника, рассматривается это устроение человека через кровеносную, костную, мышечную, пищеварительную, нервную систему и так далее. Мы на ней останавливаться долго не будем. Движение внутри и вовне. Что это означает? Это потребность напрягать мускулу, который чувствует человек, долго засидевший, ходить, прогуляться, вести активный образ жизни. Чувствительность тела. Это зрение, слух, осязание, обоняние, вкус и так далее. Забота о покое тела, всестороннее удовлетворение потребностей только телесных, то есть типа «хоть умри, но дай», приводит к забвению о душе и тем более о духе человека. Вот об этом немножечко остановимся, поговорим поподробнее. Неодобрительная в нравственном отношении телесная жизнь человека. Если мы с вами перечислили естественные потребности, которые необходимо удовлетворять каждому живущему человеку, то есть и неодобрительная жизнь. Какая? Питание человека. В чем неодобрительность? Из инстинкта питания развивается сластолюбие, нега, обжорство, ленность, праздность. Это отнимает всякое движение духовной деятельности. Ну, мы все, наверное, помним это чувство, когда сел поужинать, объелось. Уже ничего не хочется. Сесть на диванчик, включить телевизор, посмотреть, ну что там в мире происходит. Вот это чувство сластолюбия, объедения, оно лишает человека устремлений куда-то дальше. Все, тело получило, дескать, все. Но, однако, у тела есть еще и движение. А в этом неодобрительном нравственном отношении есть тоже свои проблемы. Чрезмерное желание покоить тело и доставлять все для него потребное. Вот тут источник страсти плоттоугодия. Люблю себя и балую. Вот это уже неодобрительное отношение к телесной жизни человека. И, наконец, есть еще чувствительность тела. Ну, сюда относится изнеженность тела, неизбежно приводящая к блужданию чувств, рассеянности, сонливости, блудной похоти, жажде приятного и всякого рода творения угодия плоти в похоти. Святитель Феофан пишет. Человек должен воспитывать свое тело таким образом, чтобы сделать его приспособленным орудием к выполнению земного своего назначения. Сделать надо, чтобы оно, тело, было живо, крепко, легко. Тело недеятельное, слабое, тяжелое. Что за орудие духу? Ну, конечно, мы поднимемся с вами дальше. К душе человека. Это вторая сторона человеческой жизни, которая имеет три важные составляющие. Итак, из чего же состоит человеческая душа, которая выше просится? Она не здешних мест жилится. Помните, у Николая Заболоцкого есть такие слова? Не позволяй душе лениться, чтобы в ступе, в воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вы слышите уже на эту тему с человеком Плотским, который там уже в Сочи одной ногой. Ему же даже стихи эти, они уже не важны. А, кстати, стихотворение Николая Заполоцкого – это последнее прижизненное стихотворение. И знаете, как оно называется? Завещание. О душе, люди. О самом главном позаботьтесь. Ибо какая награда человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, говорит Иисус Христос. Душа не дороже ли всего мира? Совсем недавно мы в воскресный день читали воскресные Евангелия о безумном богаче, который собрал большой урожай и не знал, куда его девать. Решил старой жительнице сломать, построить новый, и вот он что говорит. Душа, вот сколько богатства собрано у тебя на многие годы. Ешь, пей, веселись. И был ему голос от Бога. Безумный. Всю же ночь душу твою заберут. Кому оставишь все, что ты заготовит? Так будет с каждым, кто богатеет не в Бога, а в себя богатеет. Ведь мы ничего с собой из этого мира не выносим, как в ровно ничего не вносим в него. Как говорят, в гробу карманов нет. Ни карточку, ни новую одежду, ни туфли, ни одежды, ни дом, ни дачу, ни самолет. Не все, что ты накопил, не унесешь с собой. А значит, твоя суета, суета, о чем самый богатый человек мира, Соломон, который ел из золотых тарелок, ел золотыми вилками и ножами, из всего золота, которое окружало его со всего мира к нему, в царство привезенное, завершает свою жизнь. Все суета. Все суета, сует. Время рождаться, время умирать, время обнимать, время уклоняться от объятий, время разбрасывать камни, а время собирать всему свое время. Время рождаться, время учить, время учиться, время стареть. К этому тоже нужно готовиться всем тем, кому сегодня, ну скажем, 50+, 40 надо уже понимать, что уже там больше, чем впереди. Это еще хорошо, что столько же Бог даст прожить в нашем мире, где уже нам даже там насекомых готовят в муку, заменить, извините, естественные продукты, заменителями всевозможных кузнечиков и прочих, червячков. То есть с этими мы далеко пойдем. Но не отвлекаемся. Итак, все-таки душа человека состоит из ума, воли и чувства. Ум желает получить информацию об окружающем мире. Откуда у нас желание все узнавать? Хочу все знать. Хорошие чувства? Это естественная потребность человека. Узнавать, читать, обмениваться информацией. И вообще сам сегодняшний ваш приезд сюда, это что? То желание с чем-то познакомиться новым, о чем я не знал или не знаю. То, что мне пригодится. То есть моему телу, моей жизни должны пригодиться те знания, которые я приобретаю в результате таких встреч, на которых я это узнаю и смогу применить в своей жизни. Если я к своей жизни полученные знания приложить или применить не смогу, они были мне просто не нужны. Это время потрачено даром. Вот почему огромное количество лекций, семинаров, коллегий и прочее. Мы сидим и думаем, когда это закончится. Поэтому не будем терять времени. Будем стараться получать те знания, которые, поверьте вам, не только в работе, в вашей личной жизни непременно пригодятся. Следующая составляющая души – это воля. Воля госпожа всех наших сил и всей нашей жизни. Хочу, не хочу, помните? Ну, не хочу я этого. Ну, не заставите же. Вот все, на этом все закончилось. Не хочу. Вот это тоже свойство души. Ни локтя, ни позвоночника, ни желудка. Хочу я сладенького, вкусненького. Поехала, купила. А где продается? Знаете, просто дай желудку, дай подкрепиться. Ты простой пищей подкрепишься и будешь здоров. Нет, хочу вкусненького, сладенького. Поехали, время трачу. У плиты стою сколько? Хотя для тела не так много нужно. Вспомните Гиппократа, который говорил, если вы не будете есть пищу как лекарство, то вы скоро начнете есть лекарство как еду. То есть не хочешь в меру кушать? Не хочешь кушать то, что полезно? Ну что ж, готовься, что у тебя будут проблемы с желудочным, поджелудкой, желчный и так далее. Не сразу, конечно. По молодости ничего не болит. Отставьте это. Это все потом придет. За все ведь потом придется давать отчет, потом расплачиваться. За все эти сладости жизни, за все эти удовольствия потом придется расплачиваться. Вот в чем дело. А мы об этом даже не задумываемся. А надо бы. Вот когда мы садимся кушать, надо подкрепить. Но нет, хочется всего того, чего может быть и не полезно. Вот это свойство души человека. И если мы не начинаем управлять этим свойством, мы поддаемся телесным страстям. Ну почему бы себе не отказать в сладеньком? Ой, ну какой предрассудок? Ну ведь хочу. У одного святого был такой для себя выработанный тезис. Он для себя сделал. Я сам им пользуюсь и вас хочу вооружить. Он говорил себе. Вот видит что-то очень интересное, для него нужное. Он говорит, хочу. Очень хочу. Но не буду. Вот попробуйте применить. Мы уже говорили с предыдущими нашими гостями. Допустим, ты открыла там на Озоне, на Вальберис. Ой, все, и в руке прям вот оно же. Одним кликом нажала и привезут ведь сразу. И даже можно перечисление взять. Ну, хочу. Очень хочу. Но не буду. Вот запомните, очень поможет вам. Научите ребят. Хочу. Вот этого хочу. Вейба хочу там. Жвачку хочу. Ну не буду. Полезно? Нет. Вот хочу, то хочу. Не буду. Знаете, вот научить ребенка делать хорошо. А ведь выбор в сторону воздержания – это хорошо. Потом, посмотрите, сколько жили святые. Хлеб, вода, какая-то растительная пища по сто, по сто двадцать, сто сорок лет живут. Значит, не в еде и в ее ассортименте, да, в ее сладости особенно. В жареном, жирном и так далее. Оказывается, душа просится выше, чем тело. А если душа не одухотворяется и не стремится выше, она просто падает ниц в телесные потребности. Это происходит не только у взрослых, у детей, у всех. У директора школы, у зауча, у советника, у замок в воспитательной работе, у десятиклассника, у губернатора и главы города Краснодара, у священника. Вот если мы не подчиняем душу свою духовному, мы не спадаем к телесным страстям и удовлетворениям. И это происходит с каждым. Значит, следующее. Чувство – это третья составляющая души. Эстетические вопросы – созерцать что-либо красивое. Выходим на природу по весне, вдыхаем полной грудью свежий воздух и говорим, как хорошо. Душа радуется. Или говорят, ну просто хорошо-то как, Господи, да, вот иногда мы чувствуем такое состояние. Но есть в том числе и неодобрительные в нравственном отношении свойства удовлетворения душевных потребностей человека. В чем они? Ну, как мы с вами помним, ум – воля и чувства. Что происходит с умом? Ум в мыслительной части блуждает мыслями. Мыслями, рассеянность, празднословие, болтовня, знаете, это неодобрительные свойства души. Вот сели, разговаривали целый час. О чем разошли, даже не поняли. Был такой случай. Приходит подружка к подружке, и они сидят, сидят, разговаривают, разговаривают. А та верующая уже, слушайте, на часы смотрит. Она все говорит, чай пьют, вареньем заедают, потом еще что-то, пирожки, потом еще что-то намазали. В общем, давайте еще об одном поговорить, другой, всем кости перемыли. И уже пора этой молиться, двое спать ложиться, завтра на работу. Может, она, ну, скажем, заучь по воспитательной работе. А подруга сидит, сидит и не уходит. А завтра там такой непростой день. Она говорит, ты знаешь, она так решила, пойдем вместе помолимся. Ой, мне уже домой пора. И сразу говорит, ну, ладно, в следующий раз зайду, продолжим. Знаете, это уже не очень интересно. То есть потребность души в общении с Богом у одной является отрицанием, чисто плотским удовлетворением другой, закончить разговор о духовном. И вот что заметила, это сама хозяйка подошла, затеплила свечечку на молитву, как она обычно делает, а потом думает, ну, пока она собирается, слушай, ну, как-то не очень хорошо получилось. Пойду, говорю, ну, ладно, подруженька, давай еще посидим. Ладно, потом помолюсь, завтра ничего, успею. И еще, говорит, два часа просидели, проболтали. То есть на молитву время сил нет. А на вот простой, празднословный какой-то разговор, времяпровождение, есть время и есть силы. Поэтому вот это все, непрерывное движение образов в представлении без всякого определенной цели, порядка, это все тоже неодобрительные свойства души. Желательное. Что сюда относится? Непостоянство, беспорядочность и своенравие желаний, а за ним мне и дел. Вот все хочу, того хочу, все, вот, знаете, суета. Все хочу, вот это надо, вот то надо сделать, и ничего не успеваю. Негативное проявление в виде страстей. В чем? Чревого угодия, блуд, осуждение, гнев, корыстолюбие, зависть, тщеславие, гордость, уныние, охлаждение, саможаление. Вы знаете, жалость к себе. Это тоже из области неодобрительных свойств души человека. Ну и, конечно, чувствительная сторона, сердечная сторона. Или сердце. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Вот на что обращено внимание Христа, веры христианской в сердце человека. И сам Христос говорит, блаженный чистый сердцем, и акватии Бога узрят. Читая Евангелие на каторге, конечно, особенно Федор Михайлович Достоевский проникается этим очищением в сердце человека. Он пишет эти удивительные строки, о которых мы все хорошо помним, знаем, что дьявол борется с Богом. О поле битвы сердца людей. Вот за что сражается сила зла со светлыми добрыми силами. За сердце человека. Вот о чистоте сердца. О его очищении в случае его загрязненности грехом должен заботиться человек, который себя осознает, что не все он делал правильно. Мама не слушала, уроки не делала, в комнате все разбросала, обманула, тщеславилась, гордилась, осудила, прогневалась. Господи, прости, с человеком примирился. Прости, я вчера была не права. Это может только духовный человек. А плотской, я еще к ней не подойду. Она еще будет ко мне подходить, что на коленях ко мне приползет. И она будет у меня еще прощения просить. Вот такие есть невоспитанные в духовном плане люди, которые забыли о том, что душа-то выше просится. Она не здешних мест жилится. И вот мы вспоминали уже Заболоцкого, чем заканчивается свое стихотворение. Помните? А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи. Училась заново она. Она рабыня и царица. Она работница и дочь. Душа обязана трудиться. И день, и ночь. И день, и ночь. О чем это? О какой работе души, говорит Николай Заболоцкий? Так ее же тянет вот туда, во все страстное и греховное. А она выше просится душа. Она не здешних мест жилит. Так помоги же, человек, если ты человек, зная, что у тебя есть бессмертная душа, а душа твоя не умрет. Нет, весь я не умру, душа. Слушайте опять о душе. В заветной лире мой прах вот это тело переживет. Вот это понятие бессмертия души, о чем Достоевский писал, без веры в свою душу и в ее бессмертие, бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. Невыносимое он днесь выносит и жаждет веры, но о ней не просит. И так чувствительная, сердечная сторона проявляется в душе человека каким свойством? Скука, чрезмерное беспокойство о чем-либо, досада, страх, антипатия. Хуже всех поступают те, которые целью жизни поставляют сласть и сердце. И наслаждение, как говорят, бери от жизни все. Ни в чем себе не отказывай. Скажите, можно все от жизни взять? Вот один есть конкретный пример. Начал все брать от жизни. Вот ну ни в чем не отказывай. Посадили в тюрьму. Другой стал жить, но ни в чем себе не отказывать. Даже в том, в чем очень хотелось. Заболел спидом. А может надо было отказать? То, что ты хочешь, знаешь, а может вот как тот святой. Хочу, очень хочу, но не буду. Знаете, от многих каких проблем, даже вот это словосочетание может избавить вас и ваших воспитуемых. Итак, что же такое дух человека? Мы поднимаемся еще выше. И что такое духовная жизнь? У святителя Феофана Затворника есть замечательная книга, к которой я вас отошлю. Постарайтесь ее приобрести. В данном случае можно ее найти в интернете. Она так и называется. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Видите, на духовную жизнь нужно настраиваться. Как и перед любым замечательным, самым лучшим концертом. Но любой концерт начинается с чего? С настройки инструментов. Когда там гудит, все... И вот тогда уже по взмахе маэстро прекрасно извлекаются звуки. Но все нужно настраивать. Ровно как для того, чтобы подойти к штанге, показать какой-то результат в спорте, в музыке, в художественном искусстве, в творческом, в любом, возьми, направлении деятельности человека, нужно много потрудиться перед тем, как показать свой результат, а не быть всем первыми и всеми лучшими. Вот почему проявление Духа тоже имеет три очень важных составляющие. Первый из которых – это жажда Бога. Духовный жаждаю томим. Невыносимое он днесь выносит. Чем? Чем это я томлюсь? Я что, есть опять хочу? Или мне опять в Сочи хочется? Что я хочу в этой жизни? Получить телесные наслаждения? Или куда-то выше просится моя человеческая душа? А если выше, то куда? Почему мне никто не расскажет из моих учителей, наставников, воспитателей, замов, советников? Почему мне не посоветуют как директору, мой советник? Марья Петровна, вы возглавляете такую школу с таким количеством учащихся. Подумайте о своей душе. Что вы говорите? Что вы говорите? Это вы на каком семинаре были? А вы знаете, вот этот простой вопрос может сыграть большую важную работу. Ты знаешь, я уже давно думаю, как бы мне от грехов-то своих поисповедать и исправиться? Может быть, вы мне подскажете там как-то поисповедаться? Я ведь тоже хоть директор, но грешница. Представляете, как можно одухотворить человека? Но мы даже не говорим по душам с людьми. Да что вы, душу не трогайте. Не лезьте мне в душу. Слышите? Такие знакомые фразы. Что вы мне в душу лезете? Это такой закрытый, знаете, такой внутренний такой сарай. Разбитый, зловонный, греховный, неочищенный. Я у одной женщины спросил, скажите, как давно вы были на исповеди? Вот сегодня я спросил не случайно. Как давно вы исповедовались? Есть такие, говорят, а вообще никогда не исповедовались? Есть такие, что вообще никогда не исповедовались? Есть, понимите руку, кто вообще никогда не исповедовался? Что все исповедовались? Ну честно, да, вот уже, сколько вам лет? Здесь в нашем, ну скажем, при одном мужчине, можно сказать, такой, а, простите, при двух, потому что среди педагогов уже, извините, все меньше мужчин, к сожалению, после четвертого класса в российской педагогике вступали мужчины, женщина воспитывала только до четвертого класса, она почему-то ограничивается начальной школой. А потом мужчина брал в руки, и уже вот таким тоном надо разговаривать с мальчиками, а учительница это мама, мама постирает, мама вообще простит, ну вообще она кто такая сегодня, она даже не разбирается в ютубе, у меня больше подписчиков, чем у меня моя мама. Мама, отойди, и опять, опять на женщин, опять на вас, на наших мироносиц, это огромный труд на вас лежит, огромная ответственность, и я просто с искренней благодарностью каждому из вас, что вы продолжаете воспитывать детей, но вы должны знать для чего и каким образом нужно воспитать душу человека. Кстати, вспомнил я батюшку Серафима Саровского, известного русского святого, к которому подошла одна женщина и спросила, батюшка Серафим, скажите, пожалуйста, с какого лучше иностранного языка моих детушек обучать? С английского, немецкого или с французского? Знаете, что ответил батюшка Серафим? Он так вдохнул глубоко, посмотрел так радостно на эту женщину и так сказал ей с любовью, матушка, матушка, не торопись детушек своих по-английски да по-немецки говаривать, ты сначала душу их образуй, а все остальное постепенно приложится. Какой важный совет святого старца Серафима? Душу образовать, научить, что она из трех, ум, воля, чувства, что она выше просится, куда страх Божий, совесть и страх Божий, вот составляющие духа. Следующее свойство духа человека – это совесть. Совестливый. Или как мы говорим, ну, куда твоя подевалась совесть? Или как? Как тебе не стыдно? Первый поцелуй, еще краснение на щеках. А пятый, десятый, пятьдесятый уже делает и не краснеет. И мама говорит, что, неужели тебе не стыдно? А уже мама не стыдна. Куда делось это чувство стыда, Богом вложенное в человеке? Чувство стыда, вложенное в человеке. И вот то, что наши феминистки там раздеваются, это отсутствие чувства стыда. Это, как говорят психологи, расторможение половой сферы человека. Она растормаживается и не случайно. Потому что, если ты будешь жить по законам плоти, тебе кроме вот этого всего постельного, или, как говорят, напольного, или полового, больше ничего не нужно будет. Поэтому и лексика в тебе, и из тебя будет исторгаться. Это половая, то есть это тема мата, сквернословия. Ты живешь этим всем. А как тогда мы удивляемся, если мы не учим детей говорить, жить, поступать духовно. Помни, что Бог есть, и Он все видит. Он все видит. Он никуда не делся. Кто думает спастись делами, ответьте на такой вопрос. Когда бы мы спасались сами, зачем тогда страдал Христос? Бог всевидящий, Он вездесущий. И нет такого места, где бы Его не было. И мы сегодня начали наше занятие с молитвы к Богу. Потому что Он есть, и Он живой. И Он рано или поздно встретит нас по ту сторону нашей временной жизни. И эта минута обязательно будет у каждого из сидящего здесь. У каждого. Нет дорожки без начала. Нет тропинки без конца. Сколько б сердце не стучало, отстучит, как все сердца. А есть еще к этому такое замечательное четверостишее. Умирая, Он думал, что конец. А как умер, понял, что начало. И помчался в храм бы на конец. Только сердце биться перестало. О чем это? Да, что-то есть. Вообще, что-то духовность. Это вообще о ней кто не говорит. Скажите. От самых верхних эшелонов власти Мы за духовность. Кто-нибудь не слышал? Или мы против духовности. Но что такое духовность? Что такое дух? Это такое, знаете, облако такое? Или что это? Или это пар просто? Что такое духовная музыка? Есть рок, джаз, классическая музыка. А есть духовная музыка. Которая возвышает душу человека. Я уже говорил, есть разные виды учреждений. Педагогический вуз, педучилище. Есть там институт культуры, университеты. Технологические, математические. А есть духовная семинария. Есть духовная академия. Это о чем? Там, наверное, о Боге. О сотворении мира. О человеке. Как он устроен Богом. Не от обезьяны. А Бог сотворил человека. А перед этим он сотворил для человека весь мир. И сказал, плодитесь, наполняйте землю. То есть, Бог сотворил человека, Адама и Еву. Не Адама и Адама. Чтобы ни у кого не было вопросов. И не Еву и Еву. А мужа и жену сотворил им. Хотя сейчас в некоторых странах сказать, что семья это союз мужчин и женщин. Даже уголовно наказуемое преступление. То есть, вы представляете, куда катится поврежденный, грехом человек, который называет себя, это звучит гордо. И он хочет удовлетворять свои низменные потребности, плотские. Вот откуда эти все извращенцы, педофилы. То есть, вообще не думающие об ответственности перед Богом. Я уже не перечисляю этот длинный перечень наркоманов, зависимых и так далее всех. Потому что Бога нет, как Федор Михайлович написал. Если Бога нет, то все позволено. Нет тормозов у человека. Нет тормозов. Ты не можешь остановиться. А как помните тот совет святого? Хочу. Всего хочу. Очень хочу. Но не буду. Остановись, человек. За все ведь придется давать отчет. Тут мне мама говорила. Сынок, не все бери от жизни. За все ведь придется давать отчет. Когда мама? Это же не значит, что там уголовный кодекс над нами всем висит. От него можно откупиться. Но есть тот, который все видит. Который все знает и рано или поздно встретит. Помните как? Есть ведь высший суд на перстнике разврата. Он ждет. Он не подкупен звону злато. И мысли, и дела он знает наперед. Как мы об этом забываем? Мы это все вроде бы знаем, но так же никто не живет. Почему я должен жить так, как никто? И мы поддаемся вот этой воронке, которая вращаясь, погружается вниз. А не то движение, которое как воздух возвышает меня вверх. Но выше просится душа. Почему я это самое главное понять не могу? Вот потому духовная жажда в человеке, это его природное, Богом заложенное свойство. Совесть это то, что сообщает человеку весь сведение Бога согласно с твоим чувством. Совесть подсказывает, совесть осуждает, совесть может угрызать, совесть может не давать спать. Правильно он говорит? Спать не дает. Вот сделала, вот совесть мучает, да? Вот мучает совесть. Никто не видит, а совесть мучает. Зачем ты с ней так поговорила? Зачем ты это ей написала? Может быть она там теперь проклинает тебя? Так можно было обойтись. Как один из тоже подвижников сказал. Никогда не жалел о том, что я о чем-то промолчал. Но я так часто жалел о том, о чем я сказал. Промолчало было, просидело, меньше было. Сейчас из одного моего слова, не обдунуло. Сколько теперь, и меня же совесть гласит, и мой же грех есть там. Правильно? Иногда, если так душа с душой говорит, так по совести. Если поговорить вот так по совести, совесть, она же весть, она весть нам подает свыше. Ты неправильно делаешь. Она обличает тебя. Что это за... Ну что это во мне живет? Ну что это? Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения, как у Данте. Это что такое во мне происходит? Это что, локоть, это коленка у меня, или опять желудок мой? Еды просит. Две души живут во мне. Одной я хороший, а другой я такой, ко мне не подходи. Вот мне кажется, что все сидящие сейчас в зале никогда не гневаются. Никогда не раздражаются. Как вы думаете, я прав, нет, или я могу ошибаться? То есть, у меня такое впечатление, что вы как ангелы сидите. Но ведь я ошибаюсь, правильно? То есть, вы здесь можете быть такими, как вы, даже хотите быть, спокойными, умиротворенными. Ну, не раздражаться, не волноваться, не гневаться. Правда, как здорово, правда? Ну, когда меня заводят, попробуй там меня удержи. У нас был преподаватель в духовной школе, где я учился, был преподаватель, звали его профессор Алексей Ильич Осипов. Может быть, вы слышали, советую послушать его лекции. Его сейчас очень много издают, даже короткие фрагменты его лекции, но очень интересные. Так вот, наш учитель нам говорил, каждый человек, послушайте, какое хорошее сравнение, каждый человек похож на лужицу, спокойную, тихую, подойди, даже отражение свое увидишь. Но стоит взять карандаш и чуть-чуть по донцу поводить, сколько ила поднимается. Вот это каждый из нас. Я потому хороший, потому что меня не трогают. Ой, батюшка, если бы вы знали, если бы меня сейчас зацепили бы за больное, я бы такое сейчас выдала. Вы бы не узнали, что я тут и сидела на этом духовном разговоре. Я бы показала, что я есть на самом деле. Или что я есть. Понимаете, как? Ах, две души живут в груди моей. Апостол Павел говорит, бедный я человек, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое ненавижу, творю. Вот как это? Значит, смотрите, какая духовная брань. Так что же такое духовная жизнь? Как на ней настроиться? В книге Феофана Затворника, которая составлена из писем, которые он писал уже из затвора, особенно женщинам, которые задавали этот вопрос. Ему очень много писали писем, он отвечал в огромном количестве своим вопросникам. И из этих вот ответов собраны эти творения святителя Феофана Затворника. Советую вам почитать, чтобы настроиться на эту духовную жизнь. Итак, следующее и третье составляющие духа, это страх потерять Божью любовь. Страх Божий. У псалмопевца Давида есть такие слова. Придите, чадо, страху Божьему научу вас. Это что за страх? Это что, боязнь Бога? Так Бог же есть любовь. Бог есть любовь. Помните такие слова? Давайте скажем все вместе, когда приходят студенты, школьники, мы просто повторяем, запоминаем эти слова, как ключевые, как главные слова нашей встречи. Бог есть любовь. Давайте все вместе скажем. Бог есть любовь. А теперь внимание, что мы сказали. Бог есть. Бог есть. И Он есть любовь. И если ты не любишь, сказано в Евангелии, то ты не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. А без любви все ничто. Даже если я дам все тело свое на сожжение, раздам все имение свое, а любви не имею, я медь звенящая и кимвал звучащий. Потому что без любви все ничто. А как на свете без любви прожить? А действительно, без чего может прожить человек? Без машины может? Да. Без дома может? Может. Без самолета, без яхты, я уж не говорю там, и так далее. Может? Может. А как на свете без любви прожить? А вот без любви не может. Потому что любовь это та движущая сила, потеряв которой ты человеком перестаешь быть. Ты становишься как животное. И то животное любит своего хозяина, который кормит. А Бог, который дает нам все блага этого мира, воздух, возможность видеть. Ведь сказано в Священном Писании, как ты можешь сомневаться в том, который дал тебе возможность видеть. Тот, кто дал возможность видеть тебе, не видит ли тебя? Как ты думаешь, что тот, который дал возможность тебе слышать, тебя не слышит? И кто-то говорит, а я не верю. Я его не вижу. Оказывается, область, богопознание, это не ум. Вы слышите? Это сердце человека. Умом, Россию, не понять. Аршином, общим, не измерить. У ней особенное стать. В Россию можно только верить. Федор Иванович Тютчев написал это стихотворение как раз-таки для тех, кто мало понимает в чем-то. Но ум, это не область богопознания. Россию не понять умом, что с ней происходит, как она до сих пор существует. Только Божьим промыслом. А из хорошей перефраз, я его вспоминаю после этого стихотворения Федора Ивановича. Оно звучит немножко по-другому. Хотите, я вам напомню. Умом Россию не понять. Не потому, что непонятно. Ума должно тому хватать, кому Россия неприятна. О, какие стихотворения. Правда? Как бы похожи, созвучные. Но и тут ее не понять умом. Так что же такое страх Божий? Цель и назначение Духа, святитель Феофан пишет, есть общение с Богом и миром духовным, чтобы вводить человека в жизнь в Боге и блаженство через живое с ним общение. Ибо только в Боге Дух человека находит покой. Там его рай. И там в Боге его обетованная земля. Как замечательно сказано. Ни в чем Дух наш не успокаивается. Ты съел сладенького, вкусненького. Ты что-то насмотрелся, скажешь, выключай, уже надоело. Хватит есть, уже вот как, вот здесь. Наслаждаться хватит. Ну сколько можно. Что еще тебе дать, человек, чтобы ты все перепробовал и наконец сказал, что ни в чем душа моя не успокаивается, но она выше просится. Ничем телесным, ничем даже плотским не может удовлетвориться духовный мир человека. Он совсем по-другому устроен. Он от Бога дан человеку. Этот родитель, Бог, который дал тебе душу бессмертную, он же и заберет. И твоя душа выше просится не просто в никуда выше, просто так, в небеса. Она к Богу просится. Она Бога ищущая. И в Боге успокаивающейся. Блаженный Августин так и сказал, Господи, я ни в чем не успокоюсь, пока не найду тебя. И сколько людей искали Бога. Вот поиск Бога, это очень важная задача человека. Я задаю вопрос, смотрю, многие сидят в телефонах. У вас есть мобильные телефоны. Во всяком случае, я хочу отослать вас всех к замечательному художественному фильму. Посмотрите вот дома, пожалуйста, что хорошее. Художественный фильм. Старый, добрый. О вас. Или о тех, какими мы должны быть. Он называется Первоклассница. Какая там учительница? Вот это образ учительницы. Вот я помню учительницу свою. Там в первом классе. Евгения Васильевна звали. Это понимаете, эта учительница, она заходила там, как Павла Величава. Не потому что она там была разодета, она была скромна. То есть, знаете, она была мудра, она была целомудренна. Это Евгения Васильевна. Все не то, чтобы встать, суд идет. Все поднялись, потому что учительница пришла. Я понимаю, что это была общая система воспитания. Сейчас она опущена, эта учительница. Кто ты такая? Родители разговаривают через колено буквально. Но вы будьте высокими. Никто. Да, я согласен, что, слава Богу, уже от услуги ушли образовательные. Сейчас вы, ведь каждый, смотрите, есть разные предметы, но вы воспитатели, вы пример. И вы должны выглядеть женственно, благородно, целомудренно, духовно, на каком бы посту ты ни работала. Итак, как действует дух на душу человека? И как он вовлекает душу в жизнь с Богом и стремлению к действительно святости? Ведь Бог сказал, будьте святы, как Отец ваш небесный святый. Душа под действием духа, смотрите, что происходит в человеке, начинает размышлять о том, что такое человек среди прочих творений. Вот о чем мы сегодня с вами размышляли? Человек – это что? Кто ты? Кто я? Откуда я пришел? Куда уйду? Что будет с моей душой после этой временной жизни? И через познание приходит к ясному пониманию того, что человек есть то, как венец, он господин всей твари, всего творения, потому что Бог установил человека. И он живет определенный период своего земного бытия. И настанет время, когда прах возвратится к праху, как сказано в Священном Писании, а дух возвратится к Богу, который его дал. Вот почему мы рано или поздно все равно, веришь ты или не веришь, с Богом придется встречаться. Есть такое понятие, атеистом можно оставаться только в этой временной земной жизни. Атеистом можно оставаться только в этой временной жизни. Когда ты умрешь, когда ты переступишь порог вечности, ты сразу увидишь там живого Бога. Но вот, к сожалению, каждого атеиста в том, что он может услышать страшные слова от Бога. Отойдите от меня, я не знаю вас. И пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. И здесь, знаете, никто не виноват, ты не захотел. Ты не выбрал этот путь веры. Ты выбрал путь плоти, путь греха, наслаждений. Все взять от жизни. Ты все взял? И с чем ты пришел? Что принес ты в своих холодеющих руках смерти на страшный суд? Что? Человек. Грехи свои, блуд свой, выпитую водку с коньяком. Свои там хотелки и развлечения. Что ты не удовлетворил все. Ну вот состарился, уже у тебя там уже одно, там другое, третье, как по закону термодинамики, все истревает от употребления. То есть ты уже понимаешь, что я не могу, уже хожу хуже, уже и того не хочу, уже просто уже не могу, уже есть не такие, там зубы не такие, желудок не такой и так далее. Слабость телесная. Вот старые люди, видите, ходят между нами, да, мы так еще посматриваем. А иногда посматриваются вниманием. Вот это нас всех ожидает. А мы об этом не думаем. Нет, нет, лучше не говорите мне о нем. Не говорите мне. Я хочу быть вечно молодой, поэтому СПА-салоны работают, накачка всех-всех-всех возможных и невозможных телес работает, на этом работает индустрия, которая, к сожалению, не останавливается. Итак, воля человека, воля начинает желать бескорыстных дел и от их исполнения чувствует радость, ощущает себя в стремлении стать духовно чище и духовно богаче. Чувство человека, сердце его, стремление и любовь к прекрасному, красивому, ну, такое ощущение, как глаз не хочется отвести от цветка и слуха оторвать от прекрасной музыки или пения. Я хочу тоже поделиться, мне очень нравится «Лунная соната» Людвиг Ван Бетховена. Я вот в любом исполнении ее слышу, я просто говорю, потише, дайте послушать. Даже если кто-то разговаривает, делайте, пожалуйста, погромче. А вы, пожалуйста, помолчите. Вот даже в машине едем, там на улице, или просто там, ну, случайно там, где, тише идти, дайте, вот послушать. Вот лично мне, вот «Лунная соната» это такое, знаете, Богом данное слепому композитору произведение, которое написало его Духом Божьим. Он был глубоко верующим человеком. Кстати, тогда они делали абортов, его мама, хорошо не было УЗИ, у нее было несколько детей, один был туберкулезный, другой был разными болезнями. И она приходит, она четвертым беременна, на чердаке. Бедная семья. И что мне делать? В отличие от сегодняшней женской консультации, мы бы понимаем, что сказали. А, да еще и муж без работы. Муж не имеет работы, доходов нет. Трое инвалидов, беременна четвертым. Но ей сказали, раньше ведь до Ленина не было декрета о убийстве собственного народа, который заработал в стране, где сейчас 5 миллионов абортов в год производится. Нам воевать некому, учить некому, мужиков нету, где они? В школах нету. 200 тысяч разных нехваток наших специалистов. В полиции не хватает, у нас мигранты замещают, они рожают и приезжают. А мы удивляемся, а что их так много? Да нас просто мало становится. Человека научили в России жить для плоти, для удовольствия, а тут вдруг ребенок. Он же ограничивает возможности, в Турцию поехали. Я приводил пример, ко мне пришла одна гинеколога, говорит, батюшка, женщины вообще с ума посходили. Я вот к вам пример, просто пришла после приема, говорит, прям к вам ноги принесли. Что случилось? Пришла женщина на аборт. И говорит, мне надо сделать. Я не буду, у вас уже там и поздний срок, никаких разговоров быть не может. Нет, я заплачу, там начинается, ну что, что за мотив у вас производства вот этого страшного преступления? Она такая верующая женщина, почему к батюшке и пришла. И она говорит, вы знаете, у меня просто на корабле круиз по Средиземному морю, а я беременна предыдущим. Поэтому мне надо устранить эту неприятность. Это о чем человек думает? Это о страшном суде, об ответе на суде перед Богом, который сказал, не убей. А это произошло. А надо сказать, что ведь эти дети живы. А у Бога все живы. У него нет мертвых. Он не Бог мертвых, а Бог живых. Он Бог Авраама, Исаака, Иакова, давно умерших. Он Бог живых. И поэтому те, думающие, что когда-то это было и забыло, после смерти Бог покажет этих живых детей по их количеству. И потому, что они не были крещены и не увидели Божьего света. И здесь не только вина женщин, здесь и вина мужчин. Об этом надо говорить. Об этом надо говорить на собраниях родителей. Женщина никогда не сделает аборт, если скажет ей муж или мужчина, с которым она имела супружеские отношения, я никогда не оставлю тебя. Мы с тобой все переживем. И женщина наверняка сохранит беременность. У нас есть случаи, когда мы посещаем абортари, разговариваем с женщинами уже прямо у кресла. И у нас был случай, когда одну из них нам просто удалось украсть. Кратко скажу вам об этом, немножко отклоняюсь. Так как о плоти и о духе. Вот с девчонками поговоришь, нет, разговариваешь, оплачено. Оплачено, потому что у меня круиз, понимаете, бесполезно говорить. То есть человек думает только о теле. А наша задача священника поговорить сначала о душе, а потом о Боге напомнить. Да, я помню. Веришь? Верю. Любишь Бога? Люблю. Но вот не могу дальше жить, потому что вот образовалась. А меня мама убьет, одна сказала. Аня. Аня, говорит, меня мама убьет. Она сюда меня привезла, оплатила, и я вот сейчас жду в палате. Я бы на этом абортаре прям черной линией прорвел полосу. Знаете, как на похоронной машине. Дом смерти. Рядом роддом, а рядом четвертый роддом. Дом, где девчонкам делают эти страшные прерывания беременности. И все-таки, вы знаете, поговорив с ней, она говорит, я сама не хочу, Господи, прости меня. Вот знаете, человек вспомнил эту. Наша задача просто напомнить человеку о душе. О том, что она будет жить, она не умрет. Что Бог не оставит тебя в этом случае. Никогда не оставит тебя Бог, если ты Бога не оставляешь. Так что мне делать, она говорит. Мама убьет. Не убьет. Давай я тебя, мол, украдем. Как это? А вот так машина стоит. Ты в тапочках выйдешь. Так у меня паспорт, документы, все. У меня же вот уже, вот, у меня же вот уже. То есть ее уже вот. Я тихонечко выйду, а ты так, даже мы не будем видеть, что ты за мной. Ну, выйдешь, как бы, подышать свежим воздухом. Можно же выйти? Ну, можно. Я выхожу спокойно. До свидания. На вахте. До свидания. А вы куда? Да я там подышу. То есть минуты через 2-3. Знаете, там операция была продумана до тонкостей. И она в тапочках пошла в халате, села в машину. Поехали. Куда мы едем? В Елизаветку. Кто-то есть из Елизаветки? Нет? Вот, поехали в Елизаветку. В Елизаветку подъезжаем. Где? Показываю адрес такой-то. Водитель останавливается. Я выхожу. Частный дом. Там же такой частный, в основном, сектор. Подхожу, стучу. Хозяйка. Хозяйка. Как стучат там? Звонка нет. Там все. Это мы в городе тут с вами. Пошел там. Лифт там. Многоэтажки там. Школы. Полы ламинированные там. Красивые. Выходит женщина такая. С того края огорода идет. Смотрю. Без палки. Без ничего. И говорит. Ой, батюшка. Она узнала сразу. Ой, батюшка. Да, да. А что? То есть она так. Что такое? Что случилось? Я говорю. Да вот, вы знаете, проезжали мимо. Решили вам гостинчик вам завести. Да. А что? А что? А что? А кто вы? Откуда? А где вы служите? Думаю. Ну все. Уже не убьет. Думаю. А с батюшкой там. Где вы служите? Уже там что-то в ней есть. Какое-то зернышко. Да вот, пойдемте. Ну пойдемте. Баш, ты что случилось? Открываю дверь. Там дочка уходит в халате и в сланцах. Мама. Доченька. Обнимаются. Разрыдались. Ну все. А со мной ездила. Почему мы ездили по абортаре? Потому что у меня была женщина-гинеколог, которая съездила в Иерусалим. Это сейчас уже не поедешь. Она поехала в Иерусалим, поклонилась гробу Господню. И у нее открылись, знаете, духовные очи. Духовное зрение, знаете, прозрел духовно. Она потом мне пришла в храм, рассказывала, вообще с суицидом хотела жизнь закончить. Она хотела, чтобы пришла перед совершением страшного для себя, к батюшке, вот так, знаете, благословение взять, типа. Все, жить мне дальше нет, потому что я такая грешница. Успокойтесь, Бог пришел неправедних спасать, а таких, как мы, грешников. Нет праведного ни одного, у нас у всех много грехов. И нет такого греха, чтобы не простил Бог, кроме греха нераскаянного. Покайтесь. Ибо и к вам приблизилось Царствие Божие. Попробую утешить, как мог. Нет в мне прощения, я великая грешница. Так что же у вас произошло в конце концов? Я, говорит, я была в Иерусалиме, когда я вышла из Кувукли и гроба Господня. Я пришла в гостиницу, и у меня было такое страшное состояние, что я натворила. Я увидела такое, как бы в тонком снегу, или приложилась, у меня такая гора высокая, я на этой горе. И на эту гору вообще такой крик, шум, и он приближается, и ближе я слышу, что такой людской какой-то крик. Они со всех сторон поднимаются, я одна на вершине, с одной стороны посмотрю вокруг себя, люди поднимаются ко мне, и все кричат пальцем на меня, показывают, ты, ты, ты наша убийца. И мне так, я так пришла в себя, я так поняла, что это все те живые, которых я наубивала. Это я виновница смерти тех нерожденных детей по неизмерному количеству. Она уже в возрасте, ей уже около 50 лет было. Но в возрасте врача это да, за 50 лет, знаете, сколько она наделала там на реха. И вот я говорю, все, вот то, что ты делала, поехали теперь со мной в абортарий, будешь с девчонками разговаривать. Я с ними духовно, понимаете, а она телесна. Как это плохо, как это вредно девочке, как это то, то и другое. И они вот просто, знаете, есть такие, что повернулась, ушла. Я не хочу сказать, что мы там всех увозили, нет. Но был вот нашей встречи, вот этот живой случай, который, когда я задавал вопрос, ну, давай хоть что-нибудь найдем. Ну, что с парнем тем, который, ну, от которого ты беременна. Он сказал, что он как узнал, что я беременна, все, он от меня отказался, мама меня привезла, мама все, то есть у меня все, все, все каналы все сошлись в одно. А потом, когда мы приехали, и мама помирилась, она мне звонит буквально на следующий день. Я оставил телефон, если что. А вот эту женщину я закрепил за ней, Елизаветке, чтобы она приезжала, стирала пеленки, стирала белье ей и была вообще няней у этого спасенного ей уже ребенка. Потому что сказано апостолу Якова, кто уклонит грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов там, где ты совершала страшные грехи, теперь иди и отговаривай от них. И кто уклонит грешника от ложного пути его, спасет душу, вы слышите, с вами уже можно об этом говорить. То есть мы уже оторвались от телесных потребностей. Учись, потому что ты уже хорошо зарабатываешь. Будешь плохо зарабатывать, не сообразишь в искусственном интеллекте, не будешь плодеть очками 3D, ты вообще человеком не ставишь. И в движениях первых тебя не возьмем. Потому что на движениях первых выделены миллиарды неизвестных бюджетных рублей. Я уж не говорю, Россия орлят, Орлят, Россия и так далее. Понимаете, то есть если ты вот об этом все, разговор закончил, какой по душам люди. Мы даже отвыкли от этого разговора, а куда она душа вообще-то. Оказывается она вот есть, существует и живая, и Бога ищущая оказывается. А сколько таких сохраненных жизней с помощью церкви, нормально здоровых людей, которые не только о теле думают. Какой круиз тебя ждет, а то что тебя будет ждать. Потому что другая тема, трое детей, муж против, она против. Ну в общем муж как-то не очень был против, но она говорит, не потянем. И пошла на четвертом, убила. Приходит вот сейчас теперь следующая проблема. Это живая, вот это современная, самый последний случай. Детей видеть не может своих. Мужа к себе близко не подпускают. Не знают, что с ней произошло. Я не знаю, что со мной произошло. Вот отрезало все после этого. Ты хотела лучше жить, ты хотела себе облегчить жизнь, но мама, которая убила своего ребенка, не может облегчить свою будущую жизнь. Уже на земле. А там ведь придется давать ответ за убийство. Поэтому если у кого есть из присутствующих, и кто еще не исповедался, я посоветую ни в коем случае не умереть с этим грехом. Надо быстро, пока пост, Господи, прости меня, было, взять эпитемьюза содеянное. Канончики читать, еще что-то читать, батюшка, что дадите. То есть вы мой врач духовный, потому что я вспомнил о душе своей бессмертной, потому что тело рано или поздно уже показывает, что оно приближается. И 50 это не возраст, что такое, 60 плюс это все только начинается. Но жизнь человека 70, а еще в силах 80, и все труд и болезнь, говорит Давид Премудрый. Что происходит? Чувство сердца человека происходит стремление к любви, к прекрасному. Вследствие этого душа человека одухотворяется. Итак, после отпадения человека от Бога произошло смятение во всех частях человеческого естества. Посмотрите, что произошло с человеком после того, когда он пал в грех. Итак, дух человека, отпав от Бога, забывает о Боге, потерял свою силу. Вот эту силу духа мы потеряли. Душа человека, невозвышаемая духом, подчинилась телу. И тело человека порабощается страстям. Человек всем существом, своим сознанием, погряз в чувственность, находится в этом состоянии извращенного соотношения составных частей своего существа. Апостол Павел пишет, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Послание апостола Павла к римским христианам, 7 глава, с 5 по 8 стих. Мы должны понять, как это относится к нашему гармоничному воспитанию подрастающего поколения. Ну, во-первых, духовно в человеке должна быть развита любовь к Богу, молитве, жизни по совести. С какой радостью дети приходят в храм? С какой радостью не ставят свечечки? Встречаются с батюшкой, узнают о Рождестве, волхвах, о пастушках, о маленьком младенце Иисусе, который лежит в яслях. Это радость, которая одухотворяет человека. И стремится человек к Богу всей своей душой. Душевно человек должен быть развит умственно и эстетически. Смотрите, душа, ум, воля, чувство. Ты должен узнавать, ты должен познавать, ты должен много читать, много должен знать. Но ты не должен считать знание целью своей жизни. Цель своей жизни – спасение твоей души. То есть от мира надо спасаться, сколько не привязываться к нему. Как на войну, как говорил святитель Николай Сербский. Никто не идет, скажем, жить во время войны. Они идут на войну, чтобы спастись от войны. Так и мы приходим в этот мир. Не для того, чтобы в нем остаться навсегда, как Кощей и Бессмертный. Мы тут не будем жить всегда. Но чтобы победить этот мир, мир греха, чтобы не оставшись в нем грехом, преобразив свою душу, унаследовать жизнь вечную. Вот тогда мне понятно, для чего я живу. Для чего ты, человек, на земле живешь свой век? Чтобы спорить, есть и лгать, развлекаться, танцевать. Или вспомнить, наконец, что Небесный ждет Отец. Так пройти свою дорогу, чтобы возвратиться к Богу. Вот почему и духовно, и телесно человек тогда развивается гармонично, чтобы он мог телесно не только оставаться здоровым, крепким, помните, и кушать вовремя, и спать ложиться, и физическим трудом заниматься. Для чего? Чтобы выносить разнообразный физический труд. При этом в воспитании следует придерживаться определенной иерархии. Так, чтобы низшая часть человека непременно подчинялась бы высшей и служила ей. И тогда, смотрите, что произойдет с человеком. Задачей падшего и искупленного Христом человека является восстановление правильного своего устройства. Тело подчиняется душе, душа должна подчиниться духу, и дух человека возрастает в Боге и возвращается к Нему. Вот это и есть гармоничное развитие человека. Тогда Бог покрывает такого человека благодатью Своею. И человек в этом состоянии, преображенного своего естества, покрытый благодатью Христовой от всякого зла. Видите, вот этими стрелками показано, как бы, желание поразить такого человека, но он огражден помощью Божьей. И такой человек живет с Богом. Но как тогда, рожденный по плоти, гнал рожденного по духу, так и ныне. Как тогда никто не принимал и гнали. Помните, христиан к львам. Первых христиан, первые века христианства, это вообще лилась рекой христианская кровь, так и ныне. И духовный человек может не спасть в душевность, как когда возлюбит душевное и плотское. Может духовный человек не спасть до греха и плотского, и греховного? Может, может, на иконе страшного суда изображены архиереи, и монахи, падающие в ад, и грешники изображены, которые по лестнице в небо поднимаются. Первым вошел в рай разбойник. Оказывается, истинные слова святителя Феофана, и плотяной человек, который жил только по страстям, по грехам, может подняться до духовности, если взыщет этого духовного. Значит, нет такого мальчишки, нет такой пропащей девчонки, с которой бы нам, с вами, воспитателям, не нужно было бы работать. Любой он человек, телом падший, душой больной, Бога не знающий. Что нужно, чтобы исцелить человека? Нужно, конечно, посоветовать исцелить тело, то есть если раны, перевязать его, если он болен, помочь, вызвать доктора. А когда ты поправишься телесно, приходи, мы поговорим о твоей больной душе. Он поврежден, воля, чувства, не того желаешь, не того ищешь, не о том читаешь. Тикток тебя хорошему не научит. В Ютубе пропадешь или еще там что-то, ты ищи высокого, но выше просится душа. Вот это хорошая классика, наша то, чему учат в школе, учат в школе, учат в школе. Все то, чему нас хорошему учили, ведь столько хорошего в школе. Они уже не хотят этого. Они устраняют этого хорошего, потому что мир зла, мир агрессивной рекламы делает свою пагубную работу. Почему? Потому что человек должен жить по законам плоти. Тогда ему будет нужно много, а значит больше надо продавать, больше покупать, бизнес работает. А если ты вдруг одухотворишься, и тебе не так много будет нужно, оказывается тебе много не нужно будет в твоем шкафу. Ну вспоминали, человек заходит, открывает свой шкаф, а одеть нечего, столько одежды, а одеть нечего. Понимаете, а зачем столько всего, человек, ты же не заберешь с собой ничего. И вдруг ты скажешь, ну все, ладно, вот с лишней одеждой, да не куплю. Лишнее быть-то есть там на зиму, перехожу еще эту зиму. Все эти, хочу, очень хочу, но не буду. Вот уже усвоили, спаси Господи. Понимаете, то есть если мы это поняли сегодня, то нам не так много будет нужно. Тогда врагами мы, священники, становимся бизнесу. Потому что мы, понимаете, лишаем доходной части. То люди все покупали, им все нужно, нужно, не нужно, выбрасывали, посмотрите, сколько у нас ненужного всего. А все покупают и покупают, потому что мир рекламы зовет, только бери от жизни, покупай. Нет денег, бери кредиты, потом отдашь. Поэтому наша задача научить духовно не так во многом нуждаться, как за много еще Бога поблагодарить. А за что мне Бога благодарить, у меня ничего нету, а у тебя есть зрение. Знаешь, сколько слепых мечтало бы быть таким, как ты? Ты слышишь. Знаешь, сколько глухих или глухонемых желает хотя бы просто слышать, хотя бы на одно ушко. А знаешь, сколько без рук, сколько детей сейчас на колясках. А ты ходишь, руки двигаются, глаза видят, ушки слышат. У тебя вообще весь пищеварительный тракт работает. Знаешь, сколько людей, вот придите в поликлинику, в больницу, там люди так с трубочкой и с мешочком ходят рядышком. У них все вот здесь, в мешочках. Как бы он был счастлив, знаешь, гречки просто покушать, а не просто какой-то физрастворчик. И то через Вену. А ты это все имеешь. И тебе не за что Бога благодарить. Ты вышел, воздух чистый, живешь, на постели спишь. Мама, папа есть. Мир у тебя не стреляет в подвалах, не живешь, как на Донбассе. И тебе не за что Бога поблагодарить. Ты в храм не ходишь? Ну тогда не обижайся. Тот, кто перестает быть достоин своим святынь, святыни от этого народа отнимаются. А мы, ходим ли по воскресеньям в храм, соблюдаем мы заповеди Божии, читаем ли мы Слово Божие? А ведь горе народу без Слова Божия, говорил Федор Михайлович Достоевский. Горе народу. Вот у нас горе. Великое горе, что мы всего читаем, все ищем, что покупаем, куда-то ездим, думаем, где будем отдыхать, во что одеваться, что пить и где наслаждаться. А главное, Христа, спасения души не ищем. Вот почему. В защите Бога, и жива будет душа ваша, сказано в Священном Писании. Итак, любой самый последний грешник может подняться, и самый высокий духовный человек может не спасть. Поэтому никогда не осуждайте грешника. Помните, что у Бога все живы, и Бог любит каждого человека, потому что Он Отец всех людей. Итак, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, сказано Святым Апостолом Павлом в послании к фестолоникийским христианам. И ваш дух, и душа, и тело, вы слышите уже, мы понимаем, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Значит что, Христос еще придет? Конечно придет, конечно будет еще второе пришествие Иисуса Христа. Люди об этом, плотские, забыли и вспоминать не хотят. Знаете, есть Бог, даже атеисты сейчас такие, я слышал вложить, не дай Бог. Нету Бога, слава Богу. Представляете, как это можно интерпретировать? Поэтому Бог есть, и Он не подкупит звону злато, и мысли, и дела, Он знает наперед. Потому что тогда, когда мы получили здравое представление о том, как устроен человек, каждый из нас должен понять, что я не должен удовлетворять только свои греховные потребности тела. У меня не есть естественные. Вот мы уже посидели немножко, нужно пройтись. Поэтому следующее, это будет после ответов на ваши вопросы, экскурсия. Видите, как все. Мы же заранее знаем, что есть потребность телесная, есть духовная. Вот духовную потребность мы с вами удовлетворим в храме. Вот вы уйдете сегодня с полным, ну знаете, таким, с наполнением всего человеческого естества. Послушали ум, воля, чувство, хочу, не хочу, но не буду, а что позволю, необходимо, буду позволять. И следить еще за своим телом, правильным питанием, вовремя лечь, поспать, то есть распределить нагрузку свою и своих близких. Буду читать, буду узнавать, буду понуждать себе на то, что я не хочу. На молитву себя нужно понудить. Помните как, на разговор не надо понуждать. Сиди, ешь опять, это все для тела. А что-то для души нужно душу немножко отрывать. Но выше просится душа. И не позволяет душе лениться. Она же такая ленивая, если будет слушать только мою плоть. Не случайно святые отцы тело человека называли ослом. Потому что это то, что потянет тебя, ты потом и не удержишься. То есть надо оторваться, отпусти его. Он у него свои потребности. А ты, но выше просится душа. Горе имеем сердца. А горним помышляйте, а не о земном. Вот куда зовет нас наша с вами вера и представление духовно-нравственного воспитания. Особенно в современном мире не надо думать, что это все устарело. Это все вечный закон Божий. И если мы будем ему следовать, то наши дети будут гармонично развиты. Они будут крепки телом. Они будут сильны душою и духом. Вот тогда даже самые трудные моменты в жизни они смогут преодолеть с Божьей помощью, с силой духа и силой веры. Вот почему так и говорили мудрые. Богатство потерял, ничего не потерял. Здоровье потерял, половину потерял. Веру в Бога потерял, все потерял. Я желаю вам и всем вашим воспитанникам, вашим коллегам, вашим родным и близким, все найти. То есть найти веру в Бога, очистить свою душу от духовной грязи, а пост как раз и есть для этого самое благоприятное время. И конечно пожить на земле здоровой, полноценной жизнью, полезной для тела, чтобы тело было способным еще дать возможность спасти вашу бессмертную душу. Вот какой у нас сегодня получился душевный разговор, правда? Мы постарались о телесном как можно меньше. Все-таки о том, к чему стремится душа каждого человека выше, к Богу. А когда она найдет Бога, тогда счастлив человек и в земной, и в душевной, и в духовной жизни. Вот этого счастья полноценного, духовного, душевного и телесного мне бы хотелось пожелать в завершении нашей с вами сегодняшней части разговора. Субтитры сделал DimaTorzok